В Госдуме решили ликвидировать лазейку в законе о коллекторах. Депутаты намерены полностью запретить частным взыскателям выбивать с россиян долги за жилищно-коммунальные услуги. Запрет на передачу задолженности по ЖКХ коллекторам уже есть в России, но управляющие компании научились его обходить. Смогут ли налогоплательщики спать спокойно, разбирался Артур Ламидзе. Ты кто? Представься. Я старший по дому. А ты кто? А я старший старшего по дому. Этого мужчину застукали, когда он раскладывал по почтовым ящикам соседей должника записки с оскорблениями в адрес последнего. Управляющая компания входит в долги трясут, коллекторат. А по закону уже с лета этого года профессиональные взыскатели не могут выбивать коммунальные долги, но продолжают это делать, заметили в Госдуме. Коллекторов можно посылать подальше. Профессиональные взыскатели нашли лазейку в законе. Их навыки, угрозы, баллончики с краской и тюбики с клеем снова пошли в ход. Договор, по которому выбиватели денег просто выкупали весь долг, попал под запрет. Тогда они стали наемными работниками управляющих компаний. Трудятся за процент. Агентский договор – это договор, который позволяет человеку получать права от, допустим, управляющей компании на исполнение того или иного действия. Ну, в данном случае по взысканию долговых обязательств. Если ты, ***, не найдешь деньги, машина сгорит и в себе случится сольный ручей. Шевелись твоя. Время на исходе. Именно для таких акций устрашения коммунальщикам и нужны коллекторы. Хотя сотрудники управляющих компаний и сами балансируют. На грани закона. Становили заглушку на квартиру неплательщика, перекрыли ему отвод канализации. Унитазом пользоваться не сможете. Это самый радикальный способ. Чаще просто отключают свет или тепло. Ну, вы даете. И что? Трое детей. И как? Не знаю. Как-нибудь. Как-нибудь. Пиком этого коммунального террора стала история фронтовика Юрия Величко. Две недели он просидел без электричества под постоянными атаками коллекторов. Директор терроризирующий, пенсионера управляющей компанией уволили. Против взыскателей возбудили уголовное дело. Долги погасила мэрия Казани. А глава района пришел извиняться. После такого скандала коммунальщики начали изощряться в методах психологического давления. Внимание! Собственники дома номер 12 по улице Мичуинской. Погасите долги. Не позорьтесь перед соседями. Пытка звуком и публичный позор. Карельская ноу-хау в Самаре пошли дальше и установили у домов-должников трехтонные пирамиды с гневно указывающим перстом и однозначной надписью. Или вот лазерное шоу. Удобно для коммунальных служб. Стены чистые, а репутация жертвы заляпана. Отбиться от такого клейма можно только в суде, подав иск к чрезмерно креативным оппонентам. Отключение света, тепла и так далее требует более жесткого внимательного отношения со стороны соответствующих лиц, в том числе прокуратуры. Поскольку зачастую эти управляющие компании реально нарушают законодательство. Ну и от них надо требовать просто соблюдение закона. Но вот история из Нижнего Новгорода. Здесь управляющая компания объявила настоящую войну злостному неплательщику. Над подъездом световое табло. На столбе объявления его почтовые ящики изукрашены напоминаниями о долге. Но у него тоже есть баллончик с краской. Обидные фразы он ретуширует каждое утро. И психологически не желает подавляться вот уже 9 лет. В таких случаях выполнять грязную работу подряжаются коллекторы. Несмотря на то, что они по агентскому договору трудятся на управляющую компанию, для самих коммунальщиков это абсолютно безопасная схема. Для того, чтобы управляющая компания отвечала за такие действия, необходимо доказать согласованность их действий, то, что управляющая компания именно была организатором этих незаконных действий. Новый законопроект, утверждают авторы, будет разработан уже к январю. Поправки незначительные. Они просто закроют брешь, позволяющую коллекторам, защищенным агентским договором, терроризировать граждан. Артур Ламидзе, Людмила Степанова и Татьяна Константинова. Известие специально для Пятого канала.